9 мая на праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне в разных городах страны Министерство обороны представило свой логотип «Армия России» и новый товарный бренд «Вежливые люди». Акция также проходила и в городе Видное, рассказывает Елена Бабина. Представляем вам новый бренд «Армия России». Звезда, новый тренд будет на всей военной технике. Также футболочки, качество хорошее, хлопок, стопроцентное. Российский производитель от «Вейнторга». Министерство обороны России утвердило эмблему, которую станут наносить на все армейские самолеты, танки, корабли и другую военную технику. Впервые россияне смогли ее увидеть на параде в День Победы. В этот же день компания «Вейнторг» в рамках акции «Армия России» предложила всем желающим приобрести футболки с изображением нового логотипа. И сегодня я считаю, что это очень почетная миссия, вот в День Победы, именно представлять вот эту новую символику здесь, в городе Видное, с тем, чтобы наши люди тоже с гордостью носили на груди у себя эти новые звезды. Также «Вейнторг» зарегистрировал новый бренд «Вежливые люди». Проигнорировать появление такого мощного образа было бы серьезной ошибкой, потому что впервые новый национальный бренд связан с реальным положительным содержанием. Даже в мире, несмотря на всю неоднозначность восприятия и отношения к России, «Вежливые люди» вызывают сдержанное уважение. «Вежливые люди, значит вежливые люди, значит хорошо все». «Вежливые люди, они действительно вежливые. Мы вежливо, но уверенно даем понять, что рубежи нашей родины защищены надежно, крепко, и мы не позволим никому даже искосо смотреть на нашу родину». Фирменная продукция заинтересовала видновчан, и они с удовольствием выбирали подарки себе, деткам и друзьям. «Подходят, да, спрашивают, каково качество футболочки вообще, кто изображен, потому что не все узнают, все спрашивают, не понимают, что за бренд, вообще откуда он, что производство. Ну и объясняю им, что это все наше». Помимо продажи футболок, министерство организовало выдачу наклеек на автомобили с символикой праздника. Ветеранам Великой Отечественной войны вручали цветы и подарки. В их адре звучали поздравительные слова. «Конечно бы хотелось поздравить с дрожью в голосе, с этим великим праздником. Считаю, что это самый важный праздник России, когда миллионы-миллионы людей, потеряв своих близких на фронтах Великой Отечественной войны, сегодня продолжают славные традиции отцов, дедов». Акция носила не только коммерческий характер, но и патриотический посыл. Все средства от продажи продукции пойдут на обеспечение военнослужащих Российской Федерации. Елена Бабина, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.